Уважаемые коллеги, которые сидят здесь в зале, которые слушают онлайн-трансляцию, я рада возможности, предоставленной мне, прочитать лекцию, посвященную творчеству одного из величайших мыслителей XX века, творчеству Льва Семеновича Выгодского. Формат лекции СИДИ. Буквально недавно, чуть больше месяца назад, 10 декабря 2019 года в Гонконге прошло интересное событие. Событие это было связано с вручением международной премии в области образования. Такая премия учреждена китайским миллиардером и филантропом Чарльзом Ченом Иденом. Она аналогична такой Нобелевской премии в области образования. Надо сказать, что ее размер в несколько раз превышает размер Нобелевской премии. Это 4 миллиона долларов. То есть такая большая сумма, большая премия, и именно в области образования. Почему она учреждена? По мнению учредителя этой премии, господина Идена, премия направлена на то, чтобы сделать лучше наш мир при помощи образования. Я бы, наверное, не вспомнила про эту премию, если бы ни одно обстоятельство обладателем, лауреатом этой премии стал психолог. Психолог в области психологии образования и детской психологии. Это профессор Стэнфордского университета Керол Двек. Она исследовала влияние образования на когнитивное развитие детей и взрослых. Влияние образования на развитие – это уже дискурс Льва Семеновича Выгодского. И это говорит о том, что влияние Выгодского на научное исследование, на образовательную практику, мировую, современную, столь велико, что трудно этот факт переоценить. Сегодняшняя лекция, наверное, непростая в плане ограничения содержания и структурирования этого содержания. Поскольку эта лекция, наверное, будет одним из мероприятий в цикле подготовки к организационно-деловым играм в проекте Петра Георгиевича Щедровицкого. Поскольку этот проект будет все-таки в таком диалоге плотном проходить, поэтому мы должны быть готовы в плане формирования нашего тезауруса, в плане знания основных теорий, положений мировых теорий, мировых концепций, сопряженных с проблематикой образования. И в этом смысле эта лекция все-таки носит не просто ознакомительный характер, наверное, но и обучающий характер. Надо сказать, что обсуждая проблемы образования, мы не можем игнорировать тот факт, что модернизацией образования человечество начало заниматься очень давно. Первым успешным проектом модернизации образования можно, наверное, считать проект Сократа. Поскольку Сократ в Древней Греции – это практикующий философ, он предложил изменить формат обучения юных афинян, которые приходили к нему учиться. И вместо того, чтобы транслировать знания им и требовать от них вспоминания этих знаний, Сократ предлагает транслировать детям метод мышления. И это была очень сложная революционная задача для человечества и для истории мировой культуры. Этот проект можно считать успешным, но он оказался трагическим для судьбы самого Сократа. За столь серьезное революционное преобразование он был все-таки приговорен к казни, как за растление молодежи. То есть общество не было готово к революциям в области образования. Надо сказать, что образовательная система во все времена и во всех странах – это консервативная система, это здоровый консерватизм. Так же, как и область медицины. Если бы мы начали каждый день предлагать новые методы лечения, то человечество могло бы рисковать сохранением своего бытия. Так же, как и образование, мы не можем каждый день вводить все новые и новые методы, предлагать какие-то дерзкие проекты, потому что это все транслируется детям. Это судьбы, это мышление детей, это когнитивно-эмоциональная сфера. Даже мельчайшее какое-то изменение может иметь резонанс. Например, в математическом образовании в первой половине XX века программа предусматривала, что в начале учебного года, весь сентябрь, дети не изучают новых тем. Они повторяют старый материал, и потом на основе редуцированных знаний они начинают изучать новый материал. Но в 60-е годы XX века все-таки тенденции были в обществе таковы, что началось ускорение. Догоним и обгоним, быстрее, выше, сильнее. Вот эта тенденция транслировалась и на сферу образования. И решили, что не надо терять сентябрь, надо сразу начинать новую тему изучать. И то прекрасное математическое образование, которое позволило все-таки полететь в космос. Мы понимаем, что главное – это математические модели, которые выстраивают материальные какие-то артефакты. Тот же космический корабль. Это все была математикой, математическое образование. И потом, я не занимаюсь специально анализом математического образования, только на этой информации основываясь, полагаю, что какие-то трансформации, не знаю, в лучшую, в худшую сторону, начались в математическом образовании. Отдельно мы будем говорить с вами, когда будем анализировать концепцию Пиаже, как человека из оппонентного круга Выгодского, о том, насколько бессмысленно раннее математическое образование. Но поскольку издано множество книжек с датчиками и медвежатами с математическим содержанием, про раннее математическое образование, а это большой бизнес, наверное, остановить это будет достаточно сложно. Но бессмысленность этого Пиаже показала и доказала достаточно убедительно. Об этом мы с вами тоже будем говорить. Опять я возвращаюсь к роли психологии, в модернизации образования, вообще в конструировании образовательного пространства, поскольку в Иготске это об этом. Весь 20 век наша педагогика, наше образование в нашей стране было под влиянием психологов. Психологов Выгодского, его учеников, непосредственно работавших с ним, и продолжателей. И в 21 веке эти тенденции имеют место быть. Об этом мы тоже с вами сегодня поговорим. С вашего позволения, я возьму страницы презентации, чтобы можно было ориентироваться в демонстрации. Сегодня мы имеем и мы будем в этом формате работать целевые установки. Целевые установки на создание новой школы, на создание нового учителя, на создание нового содержания образования. И возможно, если очень сильно повезет, на создание новых технологий и методов образования. Это целевые установки, но это не ключевые слова. Чем отличаются ключевые слова от целевых установок? Так, это перемещается? Пока нет. Прошу прощения. Так, все. Есть. Не ключевые слова. Ключевые слова – это все-таки понятия, которые нам предельно ясны, и мы можем их объяснить. А целевые установки – это те конструкты, которые мы хотим понять и хотим для себя объяснить. И я думаю, что те организационно-деловые игры и весь проект, работа в проекте Петра Георгиевича все-таки будет вокруг этих целевых установок. Это, по большому счету, ответ на вопрос, каким должно быть образование. Как я уже упомянула выше, продумывать ответ на этот вопрос начинал Сократ. Этот вопрос перманентно в истории человечества сохраняется, поскольку человечество хочет улучшить мир с помощью образования. Цели совершенно гуманные, но методы не всегда удачны, к сожалению. Но есть и замечательные и удачные методы. 20 век. Имена Давыдова Василия Васильевича, Гальперина Петра Яковлевича, Матюшкина Алексея Николаевича и Занкова Леонида Владимировича. Всем здесь сидящим, я думаю, что известны. Это имена представителей школы Выгодского, последователей школы Выгодского. Это имена тех, кто занимался модернизацией образования, конструированием содержания образования, методами обучения. И проекты, которые были задуманы этими учеными, нашими учителями, они вошли в историю гуманитарной мысли, в историю образовательной мысли, как проекты, состоявшиеся и удачные. В связи с этим мне хотелось бы вспомнить слова Льва Семеновича Выгодского о том, что мы дорожили каждым шагом к истине, которую когда-либо делала наша наука. Мы не думаем, что наша наука началась с нами. То есть мы не можем игнорировать этот опыт, созидая что-то новое. Не хочется вспоминать метафору про изобретение колеса, но эта метафора может быть реальной, если мы не будем учитывать опыт и начнем творить что-то новое. Это XX век. Давыдов, Гальперин, Занков и Матюшкин. Это наиболее яркие ученые, которым удалось реализовать свои проекты. В XXI веке линия Выгодского продолжается. И эта линия связана с именами трех известных наших современников. Это Александр Григорьевич Осмолов, Владимир Самуилович Сопкин и Николай Евгеньевич Веракса. Это носители идеологии Выгодского. Это мыслители, которые реализуют свои замыслы в системе образования в разных ее сегментах и ракурсах. Осмолов, обратите внимание на фотографию на слайде, он выступает за кафедрой с логотипом нашего университета. В ютубе есть его пленарная лекция, пленарный доклад во время съезда Российского психологического общества, который состоялся на базе нашего Казанского университета, куда был приглашен и Александр Григорьевич Осмолов. Мы знаем, что Осмолову очень много удалось сделать в системе образования позитивного, добиться вариативности образования, субъектного развития ученика, это 90-е годы и нынешнее время. Владимир Самович Сопкин, он главный социолог образования в нашей стране, он был в долгие годы директором института социологии образования, сейчас является руководителем центра социологии образования, в который был преобразован, трансформирован этот институт. И поэтому очень интересные проекты, связанные с реализацией идей культурно-исторической концепции Выгодского, в социальной практике, это дело, которое привнес Владимир Самуилович в развитие концепции Выгодского. Веракса Николай Евгеньевич – это автор Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Именно его идеи легли в основу этого документа, определяющего содержание нашего детства российского. Веракса интересен тем, что он развивает метод Выгодского, а именно диалектический метод. Рассматривая теоретические положения Выгодского, мы увидим, что сильнейшим средством теоретического анализа Выгодского является диалектика. Видя в предмете изучения оппозиции диалектические, Выгодскому удалось очень много истин обнаружить в практике, в развитии детей, в образовании. И для Николая Евгеньевича Веракса этот метод стал предметом не просто теоретического интереса, интереса исследователя, но он увидел, что диалектика вообще имманент на природе детского мышления. Ребенок нечувствительен к противоречию. И только обучение основано на формально-логических конструктах, оно в какой-то степени подавляет и вытесняет диалектическое мышление, а с ним и творческий потенциал ребенка. Об этом тоже есть много работ в открытом доступе Николая Евгеньевича. Еще одна линия, которую он развивает, это линия нормативной ситуации. Это анализ социализации ребенка через присвоение культурной нормы. Это тоже интересная линия в интерпретации детского развития. И поэтому линия Выгодского в тех авторах, которые здесь указаны, продолжается. Она интересна, и их работы доступны, к счастью, и можно с ними познакомиться. Я не умоляю достоинств других исследователей, их намного больше. Но, так сказать, акцентирую внимание на том, что линия Выгодского продолжается в современной нашей психологии детской, и психологии образованием, я выделяю данных авторов. На этом можно сказать, что мотивационная часть нашей лекции завершена. Я надеюсь, что я убедила вас, что Выгодский интересен, Выгодский гениален, и Выгодский работает в мировой практике образования. Поэтому вне Выгодского представить нашу дальнейшую работу в проекте, о котором мы с вами говорили, наверное, будет не то, что невозможно, но трудно. Поэтому мы сейчас будем говорить с вами непосредственно о Выгодском. Почему-то я вот с техникой не умею дружить, стараюсь. Так, прошу прощения. Все. Тут надо найти, видимо, как-то фиксированную точку, где можно перевести. Несколько слов, буквально несколько слов по биографии Выгодского. Он родился в 1896 году в один год с Пиаже и с Николаем Александровичем Бернштейном, тоже известным гениальным ученым-основателем биомеханики. Бернштейн тоже весьма интересен, его идеи тоже можно транслировать и анализировать развитие образования через призму Бернштейна, его подхода, поскольку его подход является методологией управления сложными системами, открытыми системами. Даже основатель кибернетики Винер очень восторженно и, так сказать, с большим почтением отзывался о заслугах Бернштейна в развитии концепции основ самой кибернетики. Но речь сегодня не о Бернштейне, но мы не можем не упомянуть, так сказать, всех тех, кто причастен к истории нашей российской науки, тем более в преддверии Дня науки. И в какой-то степени наша идентичность научная, она все-таки связана с историей нашей науки. Вот в 1896 год дал нам трех великих мыслителей мировой науки. Лев Семенович Вогодский, он родился в Белоруссии, в городе Орша, это нынче Витебская область. Раньше, по-моему, это были границы Гомельской области, я боюсь ошибиться, но это на территории Белоруссии. Он получил хорошее домашнее образование, знал несколько европейских языков. И с самых юных лет он интересовался литературой и литературоведением. И даже писал, и тоже очень рано, такие критические литературные эссе, небольшие по формату статьи. Но центром его внимания был Гамлет. Гамлет. Образ Гамлета как философского символа личности. И он написал достаточно объемный труд, который является основой его книги «Психология и искусство» о Гамлете. У Гамлета он начал писать с 16-17 лет. И все время развивал этот конструкт теоретический, этот символ философский в своем анализе, в своих трудах. И, по его мнению, именно Гамлет позволяет ему как-то высветить философию психологии. Я замечу, что Выгодский прожил недолгую жизнь. Он умер в 37 лет в 1934 году. Оставил после себя много работ, которые опубликованы, часть еще не опубликована. Есть шеститомник изданных в 80-е годы. И сейчас планируется больший формат по количеству томов. Я слышала версии «десятитомник». Петр Георгиевич говорит, что 13 томов будут изданы работ. Но этим очень активно занимаются последователи Выгодского и ученики, которые живут сегодня. Вот о Гамлете произведении и книга «Психология и искусство» была опубликована в 1925 году. То есть Выгодскому было 30 лет фактически. Но в психологию он попал не так рано, как пишет один из авторов о нем, как о Моцарте «Психология». Ну, так сказать, в 1924 году, выступая на одной из конференций в Петрограде, он привлек внимание психологов Леонтьева Алексея Николаевича и Лурии Александра Романовича. Они тоже были на этой конференции, слушали доклад Выгодского и пригласили его работать в Москву. Я пропустила фрагмент биографии Выгодского, это образование его. Образование он получал в Москве, в Московском университете, и закончил юридический факультет. Но интерес к литературе у него был доминирующим. И в Москве был университет Шанявского, это нынешний РГГУ, Российский государственный гуманитарный университет. И там читались интересные лекции. Вот, к примеру, там читал лекции ШПЕТ, литература ВЕД, и другие ученые. И Выгодский был в этих кругах литературоведческих. Это были революционные годы, годы преобразования. И поэтому такая гуманитарная рефлексия состояния общества была очень напряженной и интересной. И он был включен в эти дискуссионные круги. Я выписала несколько цитат, интересных, характеризующих вхождение Выгодского в психологию. Тулмин, один из авторов работ о Выгодском, пишет, что Выгодский начинал не как психолог. Он специализировался в МГУ, это не совсем правильно здесь пишется, как литературу ВЕД. Нет, он получал именно юридическое образование, но занимался литературой вне, так сказать, этого, наверное, основного образования своего. Здесь упоминается и психология искусства в этой цитате, о котором мы с вами тоже говорили. Мне нравится еще и цитата Михаила Григорьевича Ярошевского, очень известного историка психологии, о том, что Выгодский – это дитя Серебряного века, то есть он вышел из литературы. Если есть здесь представители филологического факультета, то это должно для вас как-то быть особенно приятным, наверное. Потому что я думаю, что Выгодского изучают филологи, лингвисты, те, кто занимается и психосемантикой и так далее. Поскольку Выгодский вообще в основе его, источником его творчества все-таки является, по большому счету, символизм. Об этом тоже мы будем с вами говорить. Единственная цитата, которая мне не симпатична, она принадлежит Кириллу Рафаиловичу Кобрину. Это наш современник, он историк, эссеист и писатель. Одна из его книг называется «Деньги девушки и Дэнди». То есть разные книги он пишет. Но решил написать статью и о Выгодском. Давайте прочитаем полную версию статьи, цитату его из статьи. Выгодский стал профессиональным психологом вовсе не потому, что разочаровался в эстетике или понял безнадежность психологического истолкования артефактов. Он просто захотел сменить позицию интерпретатора на позицию создателя. Только что вполне в духе советских 20-х годов. Его артефактом должна была стать ни книга, ни симфония, а новый человек. Задача чистая эстетическая, а способ, конечно же, психология. То есть Куприн увидел в Выгодском такого манипулятора, который использует психологию в качестве средства для создания нового человека. Ну, я думаю, что это не просто не так, а это очень не так, поскольку всё-таки Выгодский занимался детской психологией. И проблема, которая привела его в психологию, это переживание такого методологического дискомфорта, необъяснённости человека. Неважно, в психологии, или в философии, или в литературе. И желание объяснить сущность человека, сущность психики. Это тоже было одним из источников прихода Выгодского в психологию. Сам Выгодский говорит следующее. Ещё в университете занялся специальным изучением психологии и продолжал его в течение всех лет. То есть он не занимался конструированием социального бытия, используя психологию. Он занимался психологией для конструирования бытия, но в том смысле, о котором мы с вами в самом начале лекции говорили, о том, чтобы мир стал лучше. У Выгодского сформировался сразу круг учеников. Это тоже удивительно. Совершенно юный человек, пытающийся заниматься философией психологии, методологией психологии. Сам Выгодский говорит, что ему самому непонятно, как эти люди, выбирающие только дорогу, встали на этот путь. Среди его учеников известны нам, конечно, люди. Почему? Извините, можно повернуть, чтобы я видела хотя бы какие презентации? Здесь на фотографии мы видим учеников Выгодского, в числе которых Алексей Николаевич Леонтьев, Александр Вадимович Запорожец, Даниил Борисович Эльконин, Лидия Ильич Набожович и Александр Романович Лурия. Я не поленюсь повторить, что Лурия Александр Романович родился в 1902 году в Казани и закончил наш Казанский университет. Это удивительный ученый, который стал основателем мировой нейропсихологии. О нем мы тоже будем говорить, и о том, как его идеи сейчас транслируются вообще в цифровизацию и в образование. Это тоже интересно. Источники. Предпосылки создания Выгодским своей концепции. Предпосылкой создания концепции является, как я уже сказала, символизм. Символизм. Что дал символизм Выгодскому? Символизм дал Выгодскому понимание того, что знак является единицей психического. То есть нечто внешнее, которое находится в культуре. И это было предпосылкой вообще революционного поворота или разворота объяснительных принципов психологии. Если психология до Выгодского пыталась объяснить психику изнутри, допустим, у Сеченова была программа развития психологии, основанная на его работе рефлексии головного мозга. Очень сильное влияние было Павлова, физиологов. Вильгельм Вунд тоже начинал создавать программу психологии, тоже основываясь на физиологической психологии. А Выгодский предлагает все-таки психику человека изучать не с биологической, не с физиологической точки зрения, а с культурологической, через символ, через культурный знак. Это было такое смелое решение и совершенно дилектически иное решение. Это один из источников возникновения развития теории Выгодского, символизм. Вторым источником является бихевиоризм. Психологи здесь сидящие знают, что речь идет об американской психологической школе, которая основана на идее, верифицированной, очень простой идее, стимул-реакция. То есть есть внешнее воздействие и есть реакция. Эта идея была заложена Декартом еще в начале XVII века в его работе «Трактат о страстях», о том, что механизмом психического объяснительного является рефлекторная дуга. У Выгодского даже есть выражение о том, что Декарта в «Трактат о страстях» услужил очень нехорошую услугу для методологии психологии, поскольку после Декарта 300 последующих лет психология является лишь подстрочником к его трактату. То есть ничего нового психология не создала в плане методологии, объяснений и так далее. И поэтому бихевиоризм, идущий от Декарта, он очень упрощенно объясняет механизм взаимодействия человека и мира. Но для Выгодского бихевиоризм был интересен тем, что бихевиоризм очень доминантно, очень высоко ставит роль среды. То есть какое влияние, такая реакция. Это тоже такая глобальная идея, которая легла в основу создаваемой Выгодским концепциям. То, что стало сейчас называться во всем мире средовым подходом, влияние среды. Это тоже из концепции Выгодского. И, наконец, третий источник возникновения и развития теории Выгодского – это открытый методологический кризис, который психология испытывала в начале XX века. Выгодский написал философскую методологическую работу об историческом смысле психологического кризиса. Это 1927 год. И в этой работе он дает анализ всех крупных существующих школ своего времени и анализирует возможные пути создания новой психологии с пониманием нового предмета этой науки, новых методов в этой науке. Это очень сложная работа Выгодского, очень сопротивляющийся текст, но достойный для понимания сущности психологической науки, современной. Здесь я предлагаю схему бихевиористов, чтобы наглядно Вы увидели, что стимулы реакция – это среда и психика, которая реагирует на влияние среды. Из символизма возникла идея знака и культурной опосредованности психики. То есть сама психика формируется посредством влияния культуры, культурных знаков. Но здесь имеется в виду не литературный символизм, а здесь более широкое понимание знака. Здесь влияние не только знака, за которым стоит значение, но и влияние способов мышления, которые задаются в культуре. То, что уже экспериментально доказал Сократ. То есть можно транслировать способы мышления из культуры в обучение. То, что, я думаю, в проекте будут делать философы, насколько я понимаю, что Вы будете говорить о развитии способов мышления в истории философии и как эти способы мышления проецируются на содержание образования. Это просто замечательный, интересный проект. И поскольку мы свой проект замыслили уже, но если бы не замыслили, я бы попросилась в вашу группу. Настолько он такой перспективный и очень интересный. И культура даёт не только способы мышления, но культура даёт и способы регуляции поведения. Это тоже очень важно. То есть регуляция поведения, она не природосообразна вообще психике, она тоже присваивается. И вот эти тезисы задают безграничные возможности для образования. Безграничные во всех замыслах системы образования. Можно создавать какую угодно среду с любым предметным миром, с любым тезаурусом значений, с любыми способами мышления и так далее. И психика ребёнка это будет присваиваться. То есть это огромный потенциал, но только благодаря тому, что образование является консервативной системой, как мы сказали, нам пока удаётся этот шквал приостановить. А то мы бы могли наломать дров в этом деле. Вот у Ирошевского есть такое резюмирующее наши слова, выражение о том, что Выгодский ввёл третью координату, культуру, в виде речи, языка, слова. И тем самым открыл новый вектор психологического анализа. Это был радикальный категориальный сдвиг. То есть речь изначально упрощённо в бихвиористских схемах это некий сигнал, который присваивается и становится орудием психического. Тем средством, с помощью которого ребёнок мыслит, воспринимает, запоминает и так далее. Все функциональные процессы психики используют знак культурный как средство. На несложном примере детского восприятия. У нас есть спектр основных цветов. И мы обучаем детей организовывать восприятие относительно этих цветов. Оттенков цветов гораздо больше. Но так удобно понимать нам друг друга. Когда мы назвали цвета условно, и дети через эти названия воспринимают цветовую гамму мира. А вот у народов севера есть 27 названий белого цвета. Потому что их природа, их культура такова. И это имеет и функциональное значение. Допустим, есть какой-то белый цвет чуть темнее обычного. И за этим тёмным белым цветом может скрываться непрочный лёд. То есть ребёнка этим цветам надо обучать. И 27 названий белого цвета они знают. И они различают. Их восприятие, организованное знаками культурными, оно воспринимает так. Это удивительно. Леонид Абрамович Венгер, тоже учёный из школы Выгодского, занимался исследованием эталонов культурных. Как ребёнок присваивает культурные эталоны. Не только цвета, но и размера, величины и так далее. Кстати, культурные эталоны и их влияние на восприятие изучал и в кросскультурных исследованиях ещё на заре создания культурно-исторической концепции Александр Романович Лурия. Он для этого выехал в Среднюю Азию по замыслу Выгодского и изучал, насколько Среднеазиатской республике в Узбекистане, он проводил эти исследования, насколько его респонденты могут видеть иллюзии зрительные. А зрительные иллюзии построены на соотношении размеров, в основном на соотношении размеров. А размеры задаются эталонами культуры. Если человеку не дан эталон культуры, то он воспринимает непосредственно, и люди не видят. И когда Лурия это изучал, но для того, чтобы доказывать, что культура задаёт эталоны восприятия, нужно было, чтобы респонденты не видели иллюзии. Он проводил эксперименты и убедился в том, что они иллюзии не видят. Они воспринимают предлагаемые картинки непосредственно. И на радостях он дал телеграмму Выгодскому. У узбеков иллюзии нет. И эта телеграмма безобидная и очень искренняя, как Эврика, открыл он это, сыграла недобрую услугу в его биографии, когда началась кампания борьбы с космополитизмом. Его обвинили в том, что он склонен предвзято оценивать своих респондентов в кросс-культурном контексте. Поэтому пример такого эталона задаваемого культурой восприятия был обнаружен и в ранних исследованиях представителей школы Выгодского. Если мы говорим о том, что психика все-таки опосредована культурой, формируется культурой, надо сказать, что две крупные мировые школы вводили в объяснительные принципы культуру. Это Выгодский и Фрейд. Для Выгодского культура это система средств, поддерживающих психику. Поэтому психологию Выгодского называют вершинной психологией. А у Фрейда есть такая работа недовольства культурой. Для Фрейда культура табу, табуирующая вообще, все биологические свободы человека, сила, поэтому для Фрейда культура это подавляющая, делающая человека несчастным сила. Поэтому психологию Фрейда называют глубинной психологией. То есть это разные оценки культуры и влияние культуры на психику. Мы пропустили слайд, где я пытаюсь показать о том, что культура как система знаков врастает в психику. Для объяснения того, как психика присваивает знаки, Выгодский, вооруженный диалектическим методом, предлагает все психические функции разделить на два класса. Это низшие психические функции и высшие психические функции. Низшие психические функции есть и у животных. Они есть у ребенка при рождении. Но если бы он не произвел этого разделения, трудно было бы объяснить психику животных. Животные не располагают в силу своих нейрофизиологических особенностей возможностью понять и присвоить знак. То есть у них нет речевого средства, поэтому любые культурные средства, символически не только речевые, они усвоить не могут, и поэтому сознание в человеческом смысле у животных не развивается. И все психические функции у животных отдаются как низшие. Какие функции мы причастняем к низшим? Те, что есть и у животных. Это ощущение, восприятие, память образная. Простейшие интеллектуальные операции они могут сделать. Допустим, очень много исследований в Рановых. Такие задачи, казалось бы, решают птицы. Но это все-таки не культурные акты, не предполагающие передачу опыта и так далее. Это другая история. А для Выгодского высшие психические функции – это функции, в которых проявляется использование культурного средства, связанное с произвольной регуляцией, с использованием знаков, понятий и так далее. Это, прежде всего, мышление, речь, это словесно-логическая память, это воображение, это произвольные формы внимания. Это не отдельная функция, но сама произвольность, как возможность психики к регуляции, тоже является функционально высшей формой человеческого бытия психики. Это был второй сегмент нашей лекции, который связан с предпосылками создания культурно-исторической концепции Выгодского. Сейчас мы переходим к основным положениям теории Выгодского. Посмотрим время. В ютубе есть замечательная лекция по культурно-исторической концепции в исполнении Бориса Даниловича Эльконина. Лекция длится около трёх часов. Начинает он с Хайдеггера, а мы начали с Сократа. И где-то на, я боюсь ошибиться, где-то через полтора часа только начинается Выгодский. У нас через час начинается Выгодский в концептуальной своей части, в плане того, что им открыто. Но без предваряющей такой увертюры предпосылок, наверное, трудно было бы его понять. 11 февраля у меня будет лекция Выгодский и проблемы личности психологии. Это у магистрантов, если есть желающие, можете прийти на Межлаука, у нас Институт психологии образования, в 17.40 лекция будет. Это через призму Гамлета, объяснение проблемы личности у Выгодского. Итак, Выгодский и психология развития. Испытывая вообще муки методологического кризиса, психология начала XX века, все-таки не могла объяснить ни предмета психологии, ни дать его методов и так далее. И Выгодский опять при помощи дилектического метода решает объяснять психику человека не по застывшим формам, а по формам, которых еще нет. И обращается к детской психологии. То есть он изначально не был детским психологом. Детская психология стала тем пространством, которое дало Выгодскому возможность все-таки решить взрослые проблемы психологии, именно проблемы ее методологии. И я думаю, что это одна из интереснейших научных областей, поэтому, имея успехи, открытия в этих областях, не только Выгодский, но и вся его школа взяли на себя задачу построения новой психологии. У Выгодского даже в одном из писем, по-моему, к Леонтьеву есть фраза о том, что за меньшим мы не врались. То есть такая дерзкая смелость, в нем методологическое имело место быть. Первый закон Выгодского, на котором мне хотелось бы остановиться, это закон о системном строении сознания. Выгодский предложил его, по большому счету, как теоретический конструкт, о том, что психические функции развиваются поэтапно, но связь функциональная между ними сохраняется. И эта идея сейчас просто как никогда. Современно и современные нейропсихологи сейчас, обнаруживая блоки, функциональные блоки психики, доказывают, подтверждают именно закон о системном строении сознания. В контексте цифровизации, это основной закон, который нам дает понимание всех плюсов, всех минусов вообще революционного сдвига знаковой среды детства. Если раньше мы говорили о том, что основным знаком, который присваивает ребенок в раннем детстве, является образ, символ, затем развиваясь, это становится знак и слово, то сейчас мы имеем реальность, где перехода в знак нет, в виртуальном пространстве сохраняется образ. И насколько это трансформирует сознание, и трансформирует ли сознание, вот эти вопросы ставятся в рамках закона о системном строении сознания. Закон звучит следующим образом. Человеческое сознание не сумма отдельных процессов, а система, структура их. Ни одна функция не развивается изолированно. Развитие каждой функции зависит от того, в какую структуру она входит и какое место в ней занимает. Спасибо. Сейчас рассмотрим этот закон на отдельных положениях. Выгодский говорит о том, что логика развития функции такова, что в раннем детстве от года до трех лет доминирующей функцией, которая формируется, является восприятие. То есть ребенок осваивает предметный мир, и результатом его восприятия являются образы восприятия, которые он воспринимает в реальности. позже, от трех до семи лет в дошкольном возрасте, эти образы консервируются и становятся образами памяти. Поэтому следующей функцией, которая развивается, является функцией памяти. Это в дошкольном возрасте. Это доминирующая функция. Но надо сказать, что функция восприятия не отмирает, она тоже присутствует, но она не столь существенна для развития психики ребенка. Итак, восприятие, память. Психика располагает образами памяти. Это уже не внешние образы восприятия, а это же внутренние средства. Образы памяти. Позже, от семи до одиннадцати лет, формируется следующая функция. Это мышление. И средствами мышления являются образы памяти. Представим себе такую ситуацию, что в силу каких-то печальных, но субъективных причин, у ребенка затруднен первый этап развития первой базовой функции восприятия. При каких обстоятельствах это бывает? Допустим, у ребенка детский церебральный паралич. Он ограничен в движениях, и он не может изучать предметный мир. Это ведет к трудностям в развитии восприятия. У него скудный арсенал образов восприятия. К чему это приводит? К дальнейшей затруднительной ситуации с накоплением образов памяти. Если он не воспринимал, то ему нечего запоминать. А если нет образов памяти, как средств, то не развивается мышление. Поэтому зачастую можно наблюдать такую картину. Ребенок, у которого детский церебральный паралич, не имеет органических поражений мозга, он располагает полноценными возможностями для развития мышления, но у него будет наблюдаться задержанное психическое развитие. Только потому, что на первой стадии, когда коррекционная образовательная среда могла бы ему компенсаторно помочь развивать и накапливать образы восприятия, не оказала должного внимания, и дальше, согласно системному строению сознания, последующие функции уже не будут наслаиваться и развиваться. Этот закон лёг в основу развития коррекционной педагогики в дефектологии, когда компенсаторные образовательные коррекционные программы позволяют удерживать системное строение сознания и системное функционирование сознания ребенка, даже если есть дефект. Здесь в Иготске будет понятие первичного и вторичного дефекта, которые очень известны, эти понятия для дефектологов. Первичный дефект – это дефект, обусловленный уже физиологией, а вторичный дефект – это дефект, который развивается на основе первичного дефекта. То, о чём мы с вами сейчас говорили. Надо сказать, что на стадии раннего детства, согласно системному строению сознания, мышление тоже есть. Конечно, ребёнок ведь мыслит двух-трёхлетний, и четырёх-пятилетний ребёнок мыслит. Вопрос о том, что средства мышления разные, и первоначальная простой форма мышления является наглядно действенное мышление. То есть ребёнок мыслит, видя и действуя с предметами, строит пирамидку, играет с игрушками, он мыслит во внешнем плане. А затем идёт процесс интерреализации, перехода внешнего во внутренний план. Следующая форма мышления – нагляднообразное мышление, которое опирается на образы памяти. И самая, так сказать, развитая форма мышления – это словесно-логическое мышление, которое используют в качестве средств знаки, слова, которые лежат в основе развития уже логики мышления. Следующий тезис мне хотелось бы отдельно выделить. Вход в сознание возможен только через культурный знак. То есть понимать сознание, развивать сознание мы можем только с помощью культурного знака. Пиаже думал по-другому. То есть мы уже на горизонте видим оппонентов, одного из основных оппонентов Выгодского. Теперь обратимся к ситуации цифровизации. То, о чём нам говорил Пётр Георгиевич тоже. Что мы здесь видим? Ничего не видим, да? Куда бы я ни нажимала, результат один и тот же. Нужна была тренировка многократная. Очень извиняюсь, стараюсь как могу, но не получается. Не знаю, почему так. Мы сейчас наблюдаем, что сменилась парадигма культурного знака. И в связи с этим от психологов идут несколько вопросов. Я не знаю, кому они адресованы, эти вопросы, но вопросы, наверное, для социального размышления. Вопросы такие, брошенные в пространство социального бытия. Изменяется парадигма культурного знака. Виртуальная реальность, которая в большей степени опирается на образы, а не на словесные знаки. Настолько, что большие фрагменты молодым людям тяжело читать. Я нарочито не использую словосочетание клиповое мышление, поскольку не очень понимаю его значение как психолог. Ну, как обыватель, наверное, могу сказать, что вот как-то знаковая среда для функционального развития сознания существенно изменилась. Да, она больше стала среда образной, символической, образной, но не знаковой. К чему это может привести? Здесь невозможно не обратиться к нейропсихологии. И опять наш, так сказать, великий мыслитель XX века, основатель нейропсихологии, Александр Романович Лорья. Кстати, он самый цитируемый российский психолог. Я думаю, что, можно сказать, я не сомневаюсь в том, что он был бы Нобелевским лауреатом, если бы было соблюдено одно условие. Если бы его работы были переведены на английский язык, и мир раньше узнал бы о них, и он получил бы Нобелевскую премию. Но там есть условие, что эта премия вручается прижизненно. Сейчас переводится его работа, и если вы заглянете на платформу «Скопус», там цитируют его ежедневно. Очень высокие показатели по цитируемости. Он самый цитируемый автор. О чем это говорит? О том, что мысли Лорьи, они интегрированы в поток научного сознания мирового, прежде всего нейропсихологического. Я вижу вообще в образе Лорьи огромный потенциал для академической репутации Казанского университета, который, на мой взгляд, пока еще не используется. На что следует здесь обратить внимание? На то, что Лорьи описал карту мозга, локализацию функций в коре. И эта карта мозга дает представление о горизонтальном взаимодействии между участками, локальными сегментами мозга. Если мы вспомним закон о системном строении сознания, на философском уровне у Вогоцкого был посыл о том, что мозг – это система, психика – это система, и функциональное взаимодействие – оно разноуровневое. Вот к этой идее пришли современные нейропсихологи. Они говорят о том, что мозг работает в базовых режимах. Этих базовых режимов три. Первый – это центральная исполнительная система, это потребление информации. Вторая – это сеть выявления значимости. Это система, отвечающая за отбор информации по значимости. И третья система – это дефолт система. Это система, которая координирует всю информацию и выдает решения. Это мышление. То есть в психике человека, в сознании человека есть три функциональные системы. Первая – отвечает за прием информации, вторая – за ориентировку в этой информации, третья – за мышление, за решение. Если вы обратите внимание, то вот эти три системы, они соответствуют первым эскизам Выгодского о том, что есть восприятие, память и мышление. Современные нейропсихологи обнаружили экспериментально очень важную вещь для цифрового нашего мира, очень важную и для образования тоже, что между этими тремя системами существует антагонизм из-за конкуренции по энергопотреблению. То есть любое функционирование системы требует энергии. Я не нейропсихолог, не физиолог, и не берусь объяснять, в каком виде эта энергия выглядит и так далее, как она представлена в этой системе. И этот антагонизм проявляется в том, что когда функционирует одна система, другая спит, не функционирует. Если транслировать эту идею из современной нейропсихологии на цифровизацию образования, мы должны иметь в виду, что если активен первый блок приема информации, то вторые два блока в это время не работают. Что сейчас показывают современные исследования? Современные исследования показывают, что потребление энергии, пребывание в онлайн-режиме, оно вообще захватывает временное пространство детей. Если в 1997 году это было где-то, допустим, 40% времени ребенок проводил онлайн, то 2007 год показывает, что не только у детей, но и взрослых это 8 часов в сутки онлайн проводится и 2 часа в реальном общении. Это о чем говорит? О том, что первый блок загружен, и он потребляет всю энергию, а дефолт-система, система анализа, они, к сожалению, не работают. Не берусь оценивать перспективы такой реальности. Я думаю, что по большому счету это ведет, ну, во-первых, каутизации, то есть общения становится меньше, идет замыкание человека, он в реальном пространстве не общается. И сейчас мы будем говорить о категории социальной ситуации развития, это условия для развития психики ребенка, и эта социальная ситуация развития тоже трансформируется. Общение становится меньше, игра вообще уходит. И вот эти реалии, они, ну, не берусь вот за такие слова, что опасны, там, чреваты, но они не беспочвенны. То есть мы вторгаемся в такие механизмы психики, которые эволюционно заложены. Механизм социальных контактов эволюционно заложен в психику человека, потому что без социальных контактов психика не развивается. Вот очень известен феномен Маугли, когда реальных детей находили в стае животных в теплых странах. Они на доречевом этапе своего развития до двух лет где-то терялись, наверное, оказывались среди обезьян или других животных и как-то адаптировались, приспосабливались. Но знаковой трансляции, культурной трансляции не было в отношении их. И потом их находили через там несколько лет. Но говорить они не научались и никому не удавалось научить их говорить. Почему? Потому что согласно закону системного строения сознания каждая функция возникает в то время, когда она должна возникнуть. Позже она уже не формируется, разрушается весь алгоритм системы этой. И в этом смысле увеличение количества детей с аутизмом, социально детерминированным, является показателем тоже того, что нарушение социальной ситуации развития имеет такие резонансные отклики. Неговорящих детей становится на самом деле много. Я не владею статистикой, но она, наверное, уже на уровне обыденного сознания очевидна. Неврологи об этом тоже говорят. Почему становится много неговорящих детей? Потому что с детьми не разговаривают. И оказывается, речевой сигнал это стимул речевых центров в лобных долях головного мозга. Если сигналы не поступают, центры не актуализируются, не активируются. Позже они уже не проснутся, если так можно выразиться. Никогда. То есть ребенок не научится говорить. Гаджеты стали удобными средствами для утешения детей, поскольку мамы, чаще всего мамы, тоже сидят в гаджетах, и им тоже не хочется, чтобы их отвлекали. То есть ребенок в гаджете, мама в гаджете, речевые центры спят, знаковая система вообще не развивается, время уходит, время быстро уходит. И ребенок до трех лет, если с ним не общались, он не научится говорить. А что значит, он не научится говорить? У него нет знаковой системы. То есть он вообще не способен быть к диалогу с внешним миром. Вот этот аутизм, явление массовое сейчас, и очень многие, конечно, исследователи во всем мире занимаются этой проблемой, но с позицией и через призму Девы Готского природа аутизма объяснима. Объяснима тем, что трансформируется социальная ситуация развития. Дефолт система, система, отвечающая за мышление, она формируется, как некий такой программный сервер мозг взрослого к 25 годам. Поэтому формируется когнитивный стиль, способ мышления, формируется базовый тезаурус, слов, значений, понятий, которые станут средствами мышления, памяти, восприятия, чего хотите. То есть основные вещи базовые формируются до определенного возраста, и поэтому роль раннего детства огромна. и требуется в связи с трансформациями культурными, ведь теория Выгодского не случайно называется культурно-исторической. Исторически меняется культура, исторически меняемся мы, меняются наши дети, меняется наше образование. Кстати, первое название своей концепции Выгодским было предложено как инструментальная психология, то есть он видел только средства, а потом по ходу развития, когда он пришел к системным решениям в объяснении психики, название было расширено. И, знаете, до последних лет я даже в субъективном восприятии думала, зачем вот этот дефис историческое достаточно назвать культурной психологии Выгодского. Вроде как и более завершенно звучит, изящно, но сейчас мы понимаем, что второе слово, оно не менее важно, чем и первое, фундаментальное слово. Вот какие вызовы дает дает сейчас цифровизация для образования и психологии. Изменения в социальных отношениях. Социальная ситуация развития меняется. Уходит диалог. диалог как возможность активизации локальных центров, отвечающих за развитие определенных функций. Вот еще одна вещь такая есть интересная. Общая установка на гедонизм. Если мы вспомним эти три блока системных. Первый блок, который отвечает за прием информации, я думаю, что менее затратен и требует меньших волевых усилий, чем акт мышления. Поэтому воспринимая информацию, человек испытывает удовольствие, он такой сиборитствующий субъект или объект цифрового мира. И зачем идти дальше? Помните у Маслоу? То есть достиг какого-то уровня в продвижении по потребностям. Зачем идти дальше? Допустим, если потребность в еде удовлетворена, нужно остановиться, потребность в любви удовлетворена, безопасность удовлетворена, можно остановиться. То есть есть что покушать, человек безопасности, а дальше потребность в любви идет. Как в песне, жить без любви, конечно, можно, но как на свете без нее прожить. продвижение дальше требует усилий и поскольку вот цифровой мир очень загружает вот первый блок то вторые спящие блоки особенно дефолт система она может быть и требует специальных решений политических решений в образовании чтобы развивалась мышление детей вот о чем мы сегодня концептуально должны думать наверное далее следующий закон на который хотелось бы обратить внимание это закон формирование высших психических функций этот закон звучит так всякой функции в культурном развитии ребенка первоначально возникает в процессе взаимодействия со взрослыми и существует не в индивидуальном сознании ребенка а между ребенком и взрослым в пространстве их взаимоотношений вот для того чтобы понять этот закон мы должны представить себе границы психики у автомобиля есть корпус вот его граница а границы психики ребенка это вот не сам ребенок границы его психики все что его окружает это его психик вот если мы это представим нам будет понятно что высшие функции могут развиваться только с помощью культурных знаков культурный знак это средства выработаны в самой культуре и в культуре уже есть значение этого средства и в культуре есть уже алгоритмы регуляции поведения в культуре есть уже методы мышления ребенок их присваивает но присваивает он нет как шоколадки в вазочке до скушала и вот присвоил нет культура разрабатывает и продуцирует и методы трансляции оптимальный метод трансляции своих средств методов способов сознание ребенка ну допустим такое явление как сказка в культуре есть для чего она нужна почему ее придумали из такое выражение сказка ложь да в ней намек добрый молодцем то есть механизм регуляции поведения заложен символически в сказке но если мы будем говорить о каких-то нормах ребенку ежедневно там не ходи туда там не делай этого ребенок не присваивают он отторгает это и поэтому в культуре возникло понимание того что присвоение нормы возможно через переживание поэтому была создана такая форма как сказка до сказки еще миф да так форма переживания символических таких сюжетов и поэтому братец иванушка который убежал и превратился в козленка он сказку эту не читал и он этот механизм регуляции поведения ну не знал и вот эта сказка она уже позволяет ребенку регулировать свое поведение в отношении тех норм которые есть в культуре который транслирует родители это как форма одна из таких оптимальных форм которые выработано было человечеством в культуре следующее значит тоже очень ценная позиция выводского это позиция относительно социальной ситуации развития не автономно ребенок развивается как у пиаже не просто адаптирующийся в мире субъект который сам продуцирует в своем опыте способы адаптации нет ребенок по большому счету это ну если вы хотите так сказать педагоги может будут против которые здесь сидят это объект культуры но нам очень хочется что он субъектно присваивал да то есть объектное присвоение культур она все-таки подавляет креативно творческое начало ребенка поэтому мы сейчас наверное после роджерса обращаем внимание на то что как важна субъектность человека для самосохранения и развития я думаю что в российской философии еще до роджерса бердяев когда писал о смысле творчества видел в творчестве самосохранение личности но это так сказать в ремарке в этом мы уходить не будем то есть социальная ситуация развития представляет собой исходный момент этот статова госкова поэтому я читаю ее момент для всех динамических изменений происходящих в развитии в течение данного периода она определяет целиком и полностью те формы и тот путь следуя по которому ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности черпая их из среды как из основного истории как из основного источника своего развития тот путь по которому социально становится индивидуальным то есть именно среда определяет то пространство которое делает человека субъектом культуры в которой он живет средовый подход который сейчас в образовании особенно в дошкольном активно развивается у нас в зале есть эксперт значит образовательной среды который имеет международную сертификацию доцент шишова евгения олеговна она подтвердит наверное что во всем мире сейчас заниматься экспертизы среды определяя те предикторы которые влияют на развитие психики ребенка в раннем детстве так называемые шкалы экерс которые были разработаны в сша и успешно опробированы в североевропейских странах такие как норвегия швеция и сейчас у нас в россии тоже транслируется и ряд образовательных учреждений татарстана мы тоже значит по этим шкалам провели экспертизу то есть в среде важно все и время общения с ребенком и предметный мир в котором ребенок развивается и знаково символическая система и книги которые дети читают это все присваивается становится средством психического наиболее такой интересный и успешный проект по средовому подходу реализован в татарстане известен как альметьевский проект то есть в альметьевских дошкольных учреждениях города альметьевском создаются специально целенаправленно эффективные среды образовательные в садах которые способствуют развитию детей успешному развитию детей здесь на фотографии есть руководитель этого проекта плохотников сергей владимирович мы видим его рядом с известными лицами в политике нашей страны этот проект идет по моему же несколько лет и город инвестирует в развитие этого проекта это вот показатель действия концепции культурно-исторической в практике образовательной сергеем владимировичем мы учились в одной группе поэтому общаемся в диалоге находимся и я очень с почтением отношусь к тем шагам которые предпринимаются и все достойно восхищения я думаю что казань тоже будет развивать эти линии не за развиваться ли эти линии по развитию образовательной среды но это очень интересные проекты следующий закон на который хотелось бы обратить внимание это закон метаморфозы детского развития сейчас я посмотрю время есть еще время мы располагаем закон метаморфозы детского развития этот закон говорит о том что развитие есть цепь качественных изменений и развитие неравномерно выгодски говорит о том что все развитие происходит проходит через кризисы и если бы мы их не обнаружили их надо было бы придумать для того чтобы объяснить психическое развитие ребенка поскольку развитие тоже опять диалектика как петод и от этого не уйти развитие проходит через преодоление противоречий между потребностями ребенка его возможностями приведем пример одного из кризиса это кризис подросткового возраста когда подросток хочет быть взрослым но не может это противоречие порождает действительно кризисное явление его взаимодействие с окружающими в самооценке в эмоциональном мире подростка и так далее так далее но этот кризис ведет к развитию он подросток стремится приобрести компетенции взрослого стать взрослым если бы этого противоречия не было он был бы инфантилен он бы не хотел быть взрослым но поскольку вот это противоречие есть она является источником его развития этот кризис таких кризисов в детском развитии несколько специально об этом можно прочитать итак детское развитие это качественное изменение это преодоление кризисов и детское развитие это возникновение новых явлений которые называются новообразованиями для каждого возраста они тоже типично свои допустим в полтора месяца новообразование в развитии психики является комплекс оживления когда ребенок реагирует на окружающих эмоционально он узнает окружающих он улыбается издает звуки это символ вообще диалога 1 социального контакта это новообразование в этом возрасте в норме должно появиться если она не появляется она все таки сигнализирует нам о каких-то проблемах органического плана у ребенка вызывает эту тревогу в дошкольном возрасте появляется такое новообразование как соподчинение мотивов то есть 5-6 годам ребенок должен уметь определять то что он должен делать то есть мотивационная сфера его должна при произвольной регуляции мотивации деятельности определять доминирующий мотив таковы законы развития психики детей но наиболее интересное те новообразование которые появляются в младшем школьном возрасте в 10 11 годам в 10 11 годам должно в норме появиться такое новообразование как произвольность то есть выливая регуляция своего поведения мы наблюдаем что это новообразование к сожалению в своем проявлении затруднено и в массовом плане наблюдается такое явление как sdvg синдром дефицита внимания гиперактивности когда ребенок произвольно не может регулировать свое поведение причин здесь множество ну мы в это уходить не будем просто мы понимаем что вот это новообразование психики должно появиться следующее новообразование в этом же возрасте которое должно появиться это рефлексия способность ребенка к самоанализу в этом же возрасте должен появиться самоконтроль у ребенка и в этом же возрасте должно быть такое новообразование его мышление как внутренний план действия ребенок должен уметь планировать свои действия вот эта способность планирование планированию она является такой доминирующие в дефолт системе в мышлении способность планировать и вот опять возвращаясь к цифре к цифровой цифровизации бытия ребенка не только образование мы понимаем что есть предикторы которые будут мешать формированию этих новообразований то есть опять будет нарушаться логика психического развития ребенка нарушаться вообще системный конструкт его психического выгодски говорит что год жизни в младенчестве не равен году жизни в юности то есть развитие психики и процессы развития психического в раннем детстве сжаты во времени и год жизни и то есть время маленького ребенка очень дорого для старта на всю жизнь это понимание детства как ценности сейчас последние годы во всем мире конечно приходят и в нашей стране на школьном образовании занимаются на всех уровнях и очень успешно очень много разных разных проектов и в частном образовании и муниципальном образовании там мы знаем и это замечательно я думаю что вот этот посыл он был инициирован социума психолог я так думаю что все-таки с психологии это понимание пришло транслировалось 90-х годов очень активно мы об этом говорим пишем и так далее я думаю что это такое просвещенческая деятельность активная дала свои плоды далее вот на основе таких посылов концепции выгодского о том что развитие неравномерно она имеет кризисы темпа развития разные в разные периоды и что важно что ребенок в разные периоды своей жизни должен быть интегрирован в разные деятельностные конструкты тоже если мы выделяем четыре вида деятельности психологии это общение игра учение труд то каждый из этих видов деятельности важен в определенный период времени деятельность то есть специально организована активность ребенка где он субъектно активен ведет к формированию новообразований поэтому в концепции выгодского есть такое понятие как ведущая деятельность и в этой концепции говорится что ведущая деятельность это не та деятельность которой ребенок занимается большее количество времени а та деятельность которая ведет психологическим новообразованием поэтому называется ведущий если мы представим себе что ведущая деятельность в младенчестве общения и ребенок в силу каких-то причин будет лишен этой формы активности, общения, то это, конечно, будет препятствовать формированию нового образования в психике. И это приведет к отставанию в развитии. Известно такое явление, как госпитализм, когда ребенок, особенно вне семьи, младенец, лишен активного общения с окружающими, и у него наблюдается развитие в отставании, задержанное психическое развитие. Или, допустим, игра, ведущая вид деятельности в дошкольном детстве, и в силу каких-то причин, а таких причин сейчас много становится, ребенок будет лишен возможности играть, то у него не будут формироваться тоже психологические новообразования, и тоже будет наблюдаться какая-то трансформация, нарушенное развитие психическое. Поэтому сюжетно-ролевая игра – это самая замечательная и единственно возможная форма развития психики детей в возрасте от 3 до 6-7 лет. Или в силу каких-то обстоятельств ребенок не будет учиться в том возрасте, когда учебная деятельность является ведущей для него, в возрасте от 7 до 10-11 лет. Не будет учебной деятельности в классических ее форматах, то личностное развитие ребенка, эмоциональное развитие ребенка, но и когнитивное развитие ребенка тоже будет иметь какие-то изъяны, отставания, проблемы. Это те основные положения, которые касались концепции Выгодского. Как и было обещано и заявлено, все-таки мы не можем не коснуться положений, которые предложены швейцарским психологом Жаном Пиаже. Надо сказать, что Пиаже и Выгодский в реальной жизни никогда не встречались. Но на одной из конференций был представитель школы Выгодского Петр Яковлевич Гальперин, и он выступал с изложением позиций, культурно-исторической концепции. Пиаже сказал, что положение Выгодского – это положение о том, что, может быть, Гальперин ответил, может быть всегда шире того, что есть. Наши концепции имеют очень большие перспективы в своем развитии. Пиаже – он долгожитель в науке, в самом замечательном смысле. Он начал заниматься наукой еще в кружке научно-биологическом, был биологом. Поэтому для него психика человека – это адаптивная система, система, которая позволяет человеку адаптироваться. поскольку дитя человеческое при рождении – это самое беззащитное существо, адаптационные механизмы, которые должны быть очень мощными, сильными. И он считает интеллект как раз адаптивной системой. Поэтому у Пиаже основное понятие, в отличие от Выгодского, это понятие интеллекта. Фотографию покажем Пиаже. Это швейцарский психолог, франкоговорящий. Создал собственный институт, систему теоретическую, которая называется генетической концепцией Жан Пиаже. Отсловий генезис, становление, развитие. Потому что на экзамене иногда студенты начинают связывать имя Пиаже с генетикой и начинают как-то аргументированно что-то об этом говорить. Пиаже открыл тоже интересные закономерности, поскольку он всё-таки биологически детерминированное мышление у него. Он считает, что социальное влияние – оно вторично. И главный оппозиционный тезис этих двух мыслителей, Выгодского и Пиаже, это тезис о соотношении обучения и развития биологического. Если Выгодский говорит о том, что обучение идёт впереди развития, а не плетётся в хвосте у него, такое выражение у Выгодского, в одной из работ, Пиаже говорит, что обучение должно подстраиваться под логику развития ребёнка. У Пиаже есть такая работа, как дети образуют математические понятия. В этой работе он доказывает, что пока у ребёнка не содревает понимание, сохранение количества вещества, его не нужно обучать математике. Он предлагает несколько задач. Я могу рассказать сюжетно одну из задач. Ребёнку предлагается два одинаковых по размеру глиняных или пластилиновых шарика. У ребёнка спрашивают, одинаково ли пластилина в этих шариках. Ребёнку пять лет. Он говорит, да, одинаково. Потом на глазах у ребёнка один из шариков расплющивают, скатывают колбаску. Спрашивают, а теперь пластилина одинаково в шариках. Он говорит, он здесь больше. На глазах у ребёнка обратно скатывают. Говорят, а теперь одинаково пластилина. Он говорит, да, теперь одинаково. Опять меняет форму, он опять говорит, здесь больше, или здесь больше, как угодно. но понимание сохранения количества вещества у него нет это не имманентно его психике этому невозможно обучить и пиаже говорит что это биологически детерминированно потому что мозг это все-таки органический субстрат который созревает растет развивается и поэтому бессмысленно его обучать по тематике если нет у него константных представлений о количестве он аргументированно это доказывает в своей работе но поскольку у нас раннее развитие математики шагает по стране мы должны как-то через призму пиаже тоже об этом подумать вот подчиняясь общему настроению такой взросло-центрированной педагогики в нашей стране которая получила начало еще в 60-е годы мы решили что наши дети должны идти в школу раньше шести лет и в одной из реформ образования если я не ошибаюсь в 1984 году была реформа образования и в этой реформы была заложена идея обучение шести лет этот эксперимент у нас был я думаю предполагаю что этот эксперимент был обусловлен тем что за рубежом дети идут в школу с четырех лет какой-то стране в какой-то стране с пяти лет решили почему это 7 лет а в 30 году вообще с 8 лет шли в школу вот и решили что мы не должны отставать решили ну начнем шести лет все-таки поведем детей в школу этот эксперимент провалился почему почему в европейских странах он не проваливается в америке не проваливаться у нас провалиться потому что содержание образования четырех пяти шестилетних детей них и у нас был разным если согласно значит закономерности в развитии психики все-таки до семи лет развивается незнаковая образная система то все обучение строилась на образах это обучение музыки рисованию ритмике то есть каком-то эстетическому циклу дисциплин у нас же все таки сразу начали обучать математике письмо которое требует произвольной концентрации а на уровне физиологии мозг этому не готов и дети начали уставать болеть и так сказать а вообще начинали с того что ставили кровати в школах крылья в коридоре и детей вели очень рано школу это вопрос об оппозиции когда начинать вести в школу и должно ли обучение опережать развитие но я боюсь что у вас возникнут мысли что выгодский неправ вот и он ответственен за эксперимент провалившиеся 80-е годы дело не в этом ведь выгодский не призывал систему средств опережать развитие ребенка и когда мы говорим о том что до семи лет развивается образная сфера и образ памяти является основой инструментально основой психики то мы должны оставаться на этой позиции если обучать с 5 4 лет то обучать не с помощью культурных знаков сложных абстрагированных словесных а с помощью знаков образных поэтому вот этот эксперимент показывает недопонятость выгодского и непрочитанность пиаши на мой взгляд так хотя есть и книги изданные в эти годы психологами а шестилетних детях в школе то есть восторженные книги так далее ну нет рефлексирована была ситуация психологом и в то время ну далее что можно еще сказать вот пиаже выделяет некоторые особенности мышления детей особенно детей в раннем возрасте которые играют существенную роль в понимании ими причинности вообще в процессах понимания например такое свойство которому я даже упоминал уже выше не чувствительность противоречию такое свойство есть есть такое свойство как эгоцентризм когда ребенок не может оценить позицию с позиции другого когда допустим ребенку ребенка спрашивают где твоя правая рука где левая он называет но он не может назвать правую левую руку напротив сидящего такова особенность биологически детерминирована особенность его мышление вот и это не учитывать мы не можем поэтому в оппозиции выгодского и пиаже о вопросе соотношения обучения развития мы думаем что все-таки доминирующий является социализация и обучение обучение определяет развитие психики при корректном понимании средств культурных которые присваиваются ребенка с учетом закономерности его психического развития со временем у нас совсем не когда мне хотелось бы вернуться еще проблеме соотношения обучения развития вот к этой оппозиции как он эту оппозицию как выгодский решает эту оппозицию это противоречие как он снимает эта позиция решена опять с помощью диалектического метода выгодского когда он говорит о том что есть два уровня развития ребенка это зона ближайшего развития уровня актуального развития уровень актуального развития это уровень тех возможностей ребенка которые позволяют ему решить любую задачу самостоятельно без помощи взрослого ауры зона ближайшего развития тот уровень который требует помощи взрослого продвижение ребенка в зоне ближайшего развития когда зона ближайшего развития становится уровнем актуального развития объясняет роль обучения доминирующую роль во-первых во вторых интеллектуальный потенциал ребенка выгодски даже призывает не с помощью тестов определять интеллектуального уровня ребенка а при помощи экспертизы оценки продвижения его в зоне ближайшего развития насколько быстро задача предлагая ему трудная задача становится задачей самостоятельно решаемая ребенка есть такая схемочка здесь нарисована об этом сейчас постараюсь вот то есть есть два уровня зона ближайшего развития уровень актуального развития которые лежат в основе доминирующей роли обучения ну хотелось бы вернуться один из презентационных слайдов который был показан выше и из этого слайда прошу вас обратить внимание на теорию развивающего обучения предложенную васил давыдовым а сказать что это не просто теории вот психологи предложили теорию романтики да и вы давайте эту теорию доказывайте нет они создавали экспериментальной школы течение десятилетий создавали дидактические системы формировали вообще образ мысли педагогов и доказывали состоятельность своих теорий так было и у васильевича давыдова по его системе в набережных челнах насколько я знаю есть успешно работающий школы вот посмотрите пожалуйста на эту картинку что из выгодского транслировано в концепцию давыдова во первых идея знака как средство мышления что выбирает давыдов в качестве знака теоретические научные понять абстрактные понятия и предлагает их детям начальной школе здесь я думаю что решаются две задачи во первых когда ребенку предлагают абстрактные понятия он не может опираться на образ восприятия он должен это понятие понять он не может его воспроизвести и он попадает в ситуацию востребованной субъектности то есть только он может это понять никто ему не показать это не может не донести наглядно и поэтому этот субъектность ученика она становится но единство возможной формой познания это первый момент второй момент теоретические понятия развивают совершенно иную систему средств мыслительных и усвоение теоретических понять как было доказано в этой системе позволяет развивать прогностическую функцию мышления функцию планирования то есть мысли как бы эмантипируется от наглядности привязанности к предметному миру и теоретические понятия они развивают способность мышления ребенка к прогнозированию это тоже важно было вот здесь есть картинки где приведены фрагменты из букваря в системе давыдова мы видим что здесь нет букв поскольку ребенка обучают через понятия теоретически здесь есть символы гласных и согласных звуков и под эти схемы ребенок подбирает придумывает ищет слова совершенно другой подход формированию знаковой системы далее что здесь мы видим что в зоне ближайшего развития функции развиваемые учителем становится мышление и роль восприятия здесь как-то минимизируется в отличие от традиционной школы где все-таки детям предлагают наглядные образы для формирования тех же математических представлений там грибочки в корзинках яблоки и так далее то есть опоры на восприятие поэтому функции восприятия из раннего детства она немножечко отяжеляет из так можно выразиться процесс формирования мышления у давыдова есть работа виды обобщения в обучении такая классическая работа психология образования которую можно рекомендовать заключение мне хотелось бы обратить внимание на литературу который я рекомендовала бы вам для уточнений каких-то задействий поддержание сегодняшней лекции и еще одну картинку хотелось бы показать насколько популярен выгодский скриншот страницы в журнале психология в россии сдаваемые московским университетом и там была опубликована статья гамлет выгодского диалектический метод и психологии личности ну вы можете посмотреть что эта статья дана в рубрике самых цитируемых журнале журнал издается вам с 11 года и количество скачивания близко к 8000 то есть это на английском языке статья поэтому в открытом доступе есть по всей видимости выгодский продолжает быть интересным я благодарю вас за внимание пользуясь случаем поздравляю вас с предстоящим днем науки желаю успехов научной деятельности столь нелегкой но интересным и 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 Продолжение следует...